Алена Шишко Не просто красавица с картинки, а директор цветочного магазина. И сегодня она открывает его двери для нас. Технолог общественного питания. Таким в 16 лет Алене виделось ее будущее. Но однажды подаренный дорогим человеком букет изменил все ее планы на жизнь и будущую карьеру. В девушке проснулся годами скрытый талант и тяга к творчеству. Лучшие идеи бизнес-леди стала смело воплощать в жизнь. Композиции из мягких игрушек, напитков, еды и, конечно, цветов. Концветно-букетный период в ее жизни растянулся на долгие 8 лет и продолжается до сих пор. У нас в ассортименте будут одноголовые хризантемы, кустовая хризантема. И акцент сделаем на букете на гиперикуме. Чтобы наладить бизнес, ведь, по ее мнению, он должен работать без сбоев, как швейцарские часы, Алене пришлось изрядно потрудиться. Она не просто увлеклась флористикой, а стала экспертом в мире растений. Герминия, она очень похожа на ромашку. Ее часто используют в букетах и в композициях. Цветы, которыми куряне интересуются чаще всего, на самом видном месте. С яркими и пышными, маленькими и аккуратными бутонами, с прямыми и волнистыми лепестками. Эти растения приехали сюда прямо из Голландии. В течение рабочего дня Алена проверяет документы и отчеты, принимает предзаказы, фиксирует время, к которому букет нужно собрать. И договаривается с поставщиками, в том числе из других стран. А еще успевает следить за мировыми трендами, новинками в сфере цветочного бизнеса. И покоряет соцсети. Именно там за бизнес-леди следят ее потенциальные покупатели. Данный цветок Дендоробиум очень долго стоит. Каждый цветочек стоит на капсуле. Такая композиция может простоять очень долгое время. Целый день Алена трудится бок о бок с креативными флористами. Их она сама научила собирать букеты с нуля. Алена, как и любая девушка, любит, когда ей дарят цветы. Но считает, что для этого не нужен особый повод. Поэтому 8 марта она прежде всего бизнес-леди. Ну или цветочная фея. Как вам больше нравится. Здравствуйте. Ваш заказок это букет нежный с добавлением лизиантуса и одноголовую розу. Сегодня в магазине особенно многолюдно. Работать девушки будут до позднего вечера. А пока собирают два особенных заказа из тюльпанов – вестников весны. Первый букет уже готов. Интересно, у кого он окажется. Если по дому разносится ароматный запах пиццы, масляных блинов и пышных булочек, это значит у Ольги Поляковой в самом разгаре подготовка к празднику. С раннего утра она порхает по кухне. Но на экстренный случай у хозяйки есть пузырь в кармане. А точнее целых три. Дочери, мамины помощницы. Сегодня это Ира и Настя. Маслица. Теперь мешаем тесто. Мешаем, мешаем. Берем паломчик, выливаем. Сковородочку поднимаем. 8 марта хоть и выходной день, но у многодетной мамы передышек не бывает. Уборка, глажка, воспитание дочерей и еще много разных дел не терпят отлагательств. Но прежде всего нужно накрыть праздничный стол. Доченька, ставь, пожалуйста, на стол наши булочки. Давай сюда блинчики поставим поближе сюда. И ставим чайничек. И будем сейчас с вами вместе пить чай за праздничным столом. Пока допекаются блины и закипает чайник, Ольга хлопочет по дому. Учит дочерей правильно поливать рассаду. Ей заняты все подоконники в доме. Каких только видов растений тут нет. Такому обилию цветов позавидуют даже опытные садоводы. Сейчас побрызгай цветочки, пожалуйста. А к выходному их нужно уже будет обязательно рассадить. Они у нас выросли. Это у нас катарантус. Давай тоже немножечко его сбрызнем водичкой. Он любит влагу. Соответственно, цинерария наша красавица. Серебристая травка. И любимые цветы мамы. Это какие? Эустома. Наша неописуемая красота. Еще немного приготовлений и пора к столу. Есть время обсудить быт и, конечно, трудовые будни. О них Ольга может говорить часами. Работа для нее второй дом. Ведь она не просто мама, а заведующая детским садом. Поэтому каждый день ее с нетерпением ждут маленькие подопечные и их родители, которыми она очень гордится. После чаепития можно и поностальгировать. Вспомнить самые теплые и радостные моменты, проведенные вместе. Полистать семейный альбом. Это вот наша свадьба с папой. Видишь, какие мы тут молодые и красивые. Оставим наших героев на этой лирической ноте. Впереди у них еще много дел. Давайте лучше отмотаем время назад. Помните, у Алены, нашей бизнес-леди, было два букета. Так вот, второй прямо сейчас отправляется к еще одной удивительной женщине. Мадушка, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю счастья, здоровья и всего наилучшего. Спасибо, мой дорогой. Если бы за активную жизненную позицию раздавали кубки, их все бы завоевала любовь Любомирова. Хотя, постойте, вот же они. Правда, пополнить этот уголок наградами помогла большая и дружная семья. Двое детей и пятеро внуков. Но заслуг супер бабушки это не отменяет. В свои 70 она увлекается абсолютно всем. Да вот хотя бы шитьем. Этому хобби посвятила не один десяток лет. Поэтому даже 8 марта любимое занятие не забрасывает. Вот этот костюмчик, вот что на мне, я сшила сама. Вот пиджачок такой под кожу. Еще один костюмчик вот такой клетчатый. Тут юбочка тоже есть. Я тоже сшила сама. А вот синий, синюю юбочку. И вот синий пиджачок вот к нему. Даже в свой праздник Любовь Павловна вся в делах семейных. Мы застали дома у Любомировых одного из внуков, Мирослава. Бабушка как раз хвалила его за достижения в танцах и прилежную учебу. Хореографический коллектив «Ритм планеты». Герасименко и Мирослав, лауреат первой степени. Вот тоже «Ритм планеты». Это все он за танцы получал. Мировая бабушка. Именно Любовь Павловна приобщила к активному образу жизни всех домочадцев. Благодарственное письмо от Железнодорожного округа. Окружной проект «Семья. Добрые, светлые, вечные». Посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. За пропаганду здорового образа жизни мы все ходим заниматься на спорт. А еще наша героиня мечтает играть в театре. Грезит сценой, поет в хоре и занимается рукоделием. Обожает сочинять стихи. Самое время ими поделиться. Они под красным знаменем в бою освобождали родину свою. В местах боев огонь священный вечен, а подвиг их наградами отмечен. А теперь физкульт-минутка. За здоровьем Любовь Павловна следит в режиме 24 на 7. И, как полагается, бывшему сотруднику МВД поддерживает себя в форме. Вообще-то я хожу на фитнес-клуб каждый день. Но можно и дома позаниматься. К примеру, бабушке следует и внук. После занятий физкультурой пора и подкрепиться. Любимое блюдо – блины. Их Любовь Павловна не только готовит, но и воспевает в стихах. Самое главное, говорит, чтобы внуки были сытыми, здоровыми и довольными. В этом ее маленькое ежедневное женское счастье. И повод лишний раз улыбнуться. Особенно в день 8 марта. Субтитры подогнал «Симон»